Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Армена Кабарамян отвечает президенту Макрону. Союз воинов-освободителей Арцаха подвел итоги уходящего года. В Ахал-Цихе открылся образовательный культурный центр. Израиль не откажется от операций в Сирии с уходом США. Пожилые женщины Дерсима сохраняют свои традиции. Статья об Армении вошла в топ-10 статей русской версии BBC. Быть союзником значит сражаться плечом к плечу, отметил президент Макрон на пресс-конференции 23 декабря в Чаде. Союзники должны быть надежными, сказал президент Франции в Наджамине, добавив, что вывод войск Соединенных Штатов из Сирии является большой болью для него. Мы попросили президента Армена Кабрамяна, который был приглашен в Лион на съезд армян Западной Армении, изложить его точку зрения на слова президента Макрона. Во-первых, весь мир был проинформирован о том, что Соединенные Штаты рано или поздно выйдут из Сирии. И это напоминает то, как французское правительство отказалось от армян Киликии в 1921 году, и как после этого подписало договор с турецкими силами, как французское правительство подписало за спинами армян ангорское соглашение и отдало на 99 лет право на Киликию. Но особенно возмутительно, когда речь идет о надежности союзников. Президент Макрон на торжественные мероприятия к столетию Первой мировой войны пригласил своего нового союзника Турцию, но забыл истинного союзника во время войны Западную Армению. Забыл те миллионы жертв среди армян, которые верили в правду, которые лишились своей родины и были изгнаны из нее. Западную Армению, которая плечом к плечу была с Антантой во время войны. К этому можно добавить социальный взрыв во Франции с заявлением президента о европейской армии. Однако настало время предупредить французов о том, что Европа уже заплатила Турции более 6 миллиардов или чуть больше, согласно оценке Европейской комиссии. 7 миллиардов евро уже уплачено на 2017 год и 6 миллиардов в следующие три года. Это средства, которые Турция получает с 2002 года. Это средства, которые должны были сделать Анкару достойной для восхождения в Европейский Союз. В частности, окружающую среду, инновации и так называемые права человека. Но давайте поставим это под вопрос, особенно когда я читаю резолюцию Европейского парламента по армянскому вопросу и Западной Армении. Только преступление и отрицание – вот чего добилась Турция. Франция, учитывая ее вклад в европейский бюджет, выплатила Турции 1 миллиард евро. 1 миллиард евро от французских налогоплательщиков террористическому государству, которое поддерживает фанатиков исламского государства. Итак, давайте покажу вам важность этих цифр. Турция получила больше денег с 2007 по 2013 год, чем Словения, которая является членом Европейского Союза. Итак, что мы можем добавить, когда достигаем края пропасти, или нам приходится прыгать или сопротивляться? Отметил Армен Акабравян, президент Западной Армении. Союз воинов-освободителей Арцаха подвели итог проделанной в текущем году работы, направленной на объединение участников войны, которые внесли свой вклад в создание становления республики и достойную оценку армянской государственности. Об этом Арцахпресс сообщили в Союзе воинов-освободителей Арцаха, добавив, что в течение уходящего года в рамках плана работ, утвержденного управлением Союза, было реализовано много программ национального и местного значения. Особое внимание было уделено активному вовлечению членов организации в различные сферы построения государственности. С их участием в воинских частях и общеобразовательных учреждениях были проведены различные военно-патриотические мероприятия. Только в территориальных и общественных объединениях Союза было потрачено 4 миллиона 380 тысяч грамм на организацию подобных мероприятий. Согласно источнику, наряду с этими и другими мероприятиями, одним из приоритетов деятельности Союза было обеспечение достойной жизни участников войны, что выражалось в их материальной и моральной поддержке. Подводя итоги работы, проделанной в 2018 году, Союзом воинов-освободителей Арцаха можно однозначно заявить, что все запланированные на год мероприятия выполнены в полном объеме. Прилегающий к церкви образовательный и культурный центр в орке Суринянц был открыт в здании возле храма святого Григория, просветителя Вахелкалаки. Предстоятель епархии Армянской апостольской церкви в Грузии епископ Вазген Мирзаханян присутствовал на церемонии открытия центра вместе с группой грузинских депутатов Георгием Каладзе, мэром Заза Меликидзе, группой служащих, главой Сакребулу Гелойно Задде и группой местных депутатов и многими другими гостями. Сегодня центр художника в орке Суринянце открылся в Ахелцихе, где молодые люди будут изучать рисование, а также армянский и грузинский язык. Представители всех национальностей, проживающих в Ахелцихе, будут приходить в этот центр и учиться, говорит депутат Сакребулу Амбарцум Бабаян. Израиль с уходом США и Сирии продолжит действовать там против военного присутствия Ирана и при необходимости расширит операции, заявил глава израильского правительства Бениамин Нетаньяху. Израилетяне признают, что только за последние два года не менее 200 раз наносили удары по Сирии и утверждают, что результатом кампании уже стало сокращение там иранских сил почти на четверть. Решение вывести 2000 американских военнослужащих из Сирии не изменит нашей последовательной политики. Мы продолжим действовать против попыток Ирана закрепиться там в военном отношении. И если будет необходимо, даже расширим наши операции, отметил Нетаньяху на воскресном заседании Кабинета министров. У пожилых женщин в Дерсиме есть традиция носить головные уборы. Красочная часть головного убора символизирует сущность женщины и борьбу с погромами. Хотя в Дерсиме традиция ношения разноцветной одежды все больше убывает, в традицию, датируемую веками, сохранили пожилые женщины. У оливийских женщин, носящих разноцветные платки, они олицетворяют собой красочность их народа. По словам Олеви, черный цвет головного убора символизирует резню против Олеви. Шехрибан Баран, 80-летний житель села Бергини, в Дерсиме – одна из женщин, носящих платки. Она отмечает, что эта традиция сохранилась веками. По словам 80-летней жительницы, ношение платка – это представление о ее вере и культуре. Шехрибан Баран изучала традиции ношения платка от мамы и бабушки. К сожалению, эта традиция забывается. Статья под названием «Маленькая страна с большой духовной историей». Об Армении вошла в десятку самых популярных статей 2018 года журналистов и авторов BBC Travel и BBC Future, согласно списку русской версии BBC. Республика Армения – маленькая страна. Ее современное население – около 3 миллионов человек. Но роль Армении в духовной истории мира трудно переоценить. Большинство историков сходятся на том, что в 301 году н.э. она стала первым в мире христианским государством, отмечается в статье. Статья журналиста Аманды Пройнс и Сантос повествуют о принятии христианства Армении Григорием Просвидителем в хор Верапе, храме Святой Генея, Гегарте, языческом храме Гарни и другими символами и святынях Армении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Саят Нова Назани. Саят Нова Назани. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok